всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про world of tanks что это за игра в 2020 году что она из себя представляет какие у него проблемы какие плюсы это видео будет полезно как и для новичков чтобы они понимали во что они вступили и для старичков чтобы открыть занавес на какие-то тайны почему так происходит время от времени в world of tanks начнем с того что изменения последних лет превратили world of tanks в то чем он сейчас является а является он очень нестабильный в плане адекватности содержания игры бои стали часто выглядеть как клоунада они сражения тактическая двух команд почему это все произошло во первых карты которые мы уже мусолим три года они никак особо не дорабатывались настолько косметические пару изменений были за три года что в целом ничего не менялось они в основном коридорные дисбалансные и интересных старых карт мы уже не видим очень долго разнообразие в этих картах скудная и это очень большая проблема поскольку карты очень часто повторяются очень большая проблема этой игры это повторение карт причем вы можете даже не просто попасться в одну и ту же карту несколько раз подряд или через бой попадаться вы даже можете попасться на тот же самый респ и стоять на том же самом месте где стояли недавно и это становится проблемой поскольку карты дисбалансные слабые и когда ты попадаешься на слабый респ ты просто пару боев подряд сливаешься и играешь плохие бои и поскольку большинство людей не играют целый день а заходят поиграть там часик два три кто насколько заходит поиграть но явно не по 10 часов люди играют в основном то вот эти вот два три четыре повторения одной и той же карты с плохим респом выливается в такую проблему что у вас плохой вечер плохое настроение плохие бои плохое содержание игры и вы точно не радуетесь но у разработчиков судя по их ответам которые они дают блогерам и рассказывают какая их игра замечательная проблем и повторения карт нет вообще никто не жалуется оказывается что карты повторяются а раз никто не жалуется то все замечательно и то что на картах команды имеют разный шанс на победу изначально потому что один респ плохой а другой сильный карта дисбалансная на некоторых картах оба фланга сильнее чем у врага на некоторых картах только один фланг сильнее и в целом позиции больше сильных карты очень слабые в плане баланса но в картах проблемы тоже нету по словам разработчиков и если бы карты были еще хуже по балансу разработчики говорят что это вполне себе нормально вполне себе нормально что карты плохие и они еще и повторяются и мы весь вечер можем играть на слабом респе и просто сливаться потому что мы не можем вывести мало того что нужно почти всю команду врагов убить самому так еще и со слабого респа с которого некуда даже выехать а есть у нас карты где респ настолько слабый что ты даже не можешь выехать с него ни на центр никуда и это три года не исправляется и даже больше скажу некоторые карты были такие же и до перевода вожди а это еще можно накинуть сверху несколько лет и тут мы празднуем десятилетия ворду танкс за которое очевидные проблемы не решались но мы что-то там празднуем хотя честно говоря я праздника даже не заметил все только на словах и это только одна проблема того что люди заходят у никто нормальное настроение после того как они сыграли игровую сессию в эту замечательную игру то ужасное и все это от них не зависит хорошо они играют или плохо все зависит от того повезет вам какие карты крутятся сейчас и повторяются или не повезет и будет крутиться что-то ужасное следующая проблема которая получилась в world of tanks зависит от нескольких изменений которые прошли в игре за последние вот эти вот годы добавились колесники которые носятся как угорелые стреляют с хорошей стабилизацией в них тяжело попасть и за счет того что у них большие колесики мы часто слышим попадания звук сдувшихся колесиков и она поехала дальше все игроки которых я знаю говорили что мы не хотим чтобы колесники появились в игре но разработчики сказали что всем это понравилось мы добавляем теперь они выгребают уже не первый год недовольство игроков что колесники есть в игре и так до сих пор ничего с этим не делают только сейчас начинают говорить вот мы что-то начнем когда-то с ними делать начнем тестировать потестируем там чтобы при попадании в колесики они сильнее теряли скорость в целом этот класс техники вообще не нужен в игре на мой взгляд клановые бои сводом колесников превратились в какую-то шляпу исчезли всякие там бачаты и лтшки остальные их вообще нету все играют на этих колесниках где очень много зависит от самих колесников которые могут по факту разбиться на первой же кочке а могут зарешать весь бой также еще есть два очень замечательных изменения которые зависят друг от друга которые очень сильно ускорили игру первое это введение многоразовых ремок аптечек в общем расходников и в этом ничего хорошего я лично не вижу потому что бои очень сильно ускорились страху людей за свой танк исчез и они не переживают за него вовсе раньше ты получаешь в гусеницу чинишься и все у тебя ремки нет ты уже изначально будешь играть аккуратнее без ремки ты уже не будешь куда-то там лезть на рожон или подставляться ты будешь играть медленней аккуратней и так или иначе на подсознание будешь уже не лезть сливаться то же самое с аптечками и так далее а если ты еще пиздюлину получишь у тебя что-то сломается ты будешь весь бой доигрывать без какого-либо внутреннего или внешнего модуля танка или члена экипажа и это тоже вносило какое-то разнообразие в содержание боя иногда можно было затащить бой со сломанной пушкой или выбитой боеукладкой или каким-то членом экипажа которого нет в танке потому что он сдох мы подставились лишний раз иногда конечно это решало и в худшую сторону но так или иначе это было большое разнообразие которое исчезло из игры потому что сейчас мы всегда можем просто чуть-чуть постоять полечить кого-то или починить что-то в танке и снова нестись вперед сливаться и это изменение добавилось почему потому что добавили арте более приятную стрельбу в плане сведения точности большего сплэша также арте еще добавили оглушение и очень сильно арте выкрутили урон по бledж lan все тех spin на тедур後 утром еще очень биологи действительно экипажа а также урон сплэшем уартaju а asi не вероятно сильно стал жестким раньше арта сплэшем так не наносила урон вообще сейчас арта 그런 шанс очень часто наносит урон даже больше чем прямым прямым он наносит больше только если пробьет что тоже бывает а если арта попадает сплэшем возле вашего танка то урон довольно таки большой и он ни разу не меньше, чем от обычного танка, а перезарядка у арты не такая уж и долгая, и ни в каком месте класс техники артиллерии, на мой взгляд, не может считаться саппортом, поскольку это является какой-то очень имбовый класс техники, саппорт, который по факту является и дамагером, и наложением дебафов на вражеские танки. Оглушение твой танк вообще просто во всем становится хуже, на довольно-таки продолжительный промежуток времени, плюс еще все модули и члены экипажа, все ломается в танке очень часто. У артиллерии очень большой урон по модулям и членам экипажа, плюс еще это оглушение. И все это вместе с многоразовыми ремками и аптечками дает нам что? Во-первых, танки, которые используют ремки аптечки, по кд все чинят и лечат, и дальше несутся с потерей 500 хп в атаку сливаться. Не имеют никакого особо страха, потому что от артиллерии не спрячешься, смысла прятаться уже никто особо не видит, все едут, играют, теряют хп и умирают. Страх за свой танк? И вот такого нету, как раньше. Все едут просто на рожон и нажимая по кд ремки аптечки. Вот и все. Также это еще заставляет нас больше пользоваться голдовыми ремками аптечками, так называемыми большими, которые более дорогие, потому что они с одного нажатия чинят и лечат сразу все, что у нас сломано и всех членов экипажа. А это растраты по серебру, а серебро это ведет в сторону доната. И вот артиллерия, за которую разработчики так яростно борются и доказывают нам, игрокам, что оно для нас зачем-то нужно. Они нам рассказывают, что артиллерия своим сплэшем, оглушением останавливает игроков, не давая им сбиваться в кучки, так называемые кулаки, которые несутся, все убивают и все, боя нет. Бой закончился, потому что одна команда сформировала ударный кулак и поехала, все пронесла. Но они даже не говорят и не задумываются или даже сами не видели, потому что играют один бой в месяц. Во что превращаются бои с артиллерией? Хорошо, с тремя артами нет ударных кулаков. С тремя артами есть команда, которая боится выехать с красной линии и стоит, ждет, когда ее подсветят и убьют, потому что одна из команд чаще всего с тремя артами никуда не едет. Она не забирает хорошие позиции на карте, просто стоит и ждет целая команда. Все игроки в команде боятся куда-либо вылезти, потому что они будут по кд по 500 получать, а некоторые ватные танки даже будут тысячами выгребать от артиллерии. Всю карту у них отжимают и с удобных позиций расстреливают и это получается турбобой, только который начинается чуть позже, когда одна из команд увидит, что другая зажалась, займет всю карту и просто за минуту или две расстреляет их и все. И содержание боя никакого нет. И какая разница это ударный кулак или неударный кулак, боя-то не было в любом случае. И раньше тоже особо каких-то там ударных кулаков я не замечал в бою. Наоборот, бои были дольше, содержательней и все играли, старались, занимали какие-то там позиции, если получали люлей, у них уже на подсознании было какое-то понятие, что надо прятаться, все, у меня ремки аптечки заканчиваются, мне лезть вперед уже не надо. И так или иначе, по одному наглому чуваку из этих ударных кулаков, люди по чуть-чуть отсеивались, отсеивались и вперед уже особо никто не ломился, начинали играть позиционку, тактику разыгрывать и так далее. Потому что ремки аптечки заканчивались, удобство в танке пропадало и нужно было играть уже с головой. А сейчас ты либо играешь с тремя артами, муторные бои, стояние на красной линии, либо когда арты нету, то с колесниками и остальными танками все несутся в одну точку, сливаются за две минуты и все. Боя в принципе никакого нет. Еще следующая проблема, почему это все происходит, это то, что в World of Tanks очень большая проблема, о которой возможно тоже никто не задумывался. Содержание боев в World of Tanks напрямую зависит от того, какой контингент сейчас находится в игре. Кто в нее сейчас играет, какие люди, игроки, такие бои по содержанию и получаются. Сейчас большинство хороших и старых нормально играющих игроков, они ушли из игры, их назад туда не загонишь в игру, даже за руки, за ноги ты их не притянешь, они не захотят играть в World of Tanks, они лучше поиграют во что-то другое. И большинство моих знакомых играют сейчас далеко не в танки, хотя все начиналось с танчиков. Все как раз таки по вышеперечисленным проблемам, которые у разработчиков даже проблемами не являются. И сейчас контингент в игре какой? Всего лишь два типа людей играют в World of Tanks в 2020 году. И это является огромной проблемой, которая немножко утихнет через годик, через два, через три, потому что танкисты очень медленно понимают во что они играют. И очень сложно им научиться и достигнуть какого-то адекватного стиля и уровня игры. Первый контингент людей, которые играют в World of Tanks это новички. И все новички более-менее слабо играют, потому что так или иначе контента в игре много, глаза разбегаются и некоторые вещи новички не могут понять годами. Первое это то, что танков казалось бы много в игре, но основные какие-то телодвижения, которые нужно производить в бою, на всех танках они одни и те же. Нужно просто понять основные приемы, которыми нужно пользоваться на всех танках. Этого игроки не могут понять. Они думают, что большое количество танков это в первую очередь каждый танк там чуть ли не новая игра. Но на самом деле если вы станете когда-то опытным игроком, то у вас все перевернется. Не каждый танк новая игра, а все танки это одна и та же игра. Также поскольку сейчас очень много слабоиграющих игроков в игре, многие новички не понимают где они ошибаются, потому что враги иногда ошибаются еще сильнее, и тем самым новички некоторые могут ошибаясь выиграть бой. И из-за этого они тоже не будут понимать типа, а где я ошибся, я вроде как выиграл, значит я делал все правильно. И поскольку сейчас в основном играют слабые игроки, они друг друга на днище тащат. И развитие скилла в этой игре будет происходить очень медленно и долго. Тем более в нынешней ситуации, на что похожая игра, в ней научиться чему-то, это конечно жесть. Потому что бои происходят в основном по две-три минуты, и потом еще пару минут гоняются за одним врагом, но разработчики говорят, что турбобоев в игре 6 процентов. Видимо как раз таки они считают, что раз за одним игроком там три минуты гонялись, то это не турбобой. Я с высоты своего опыта в игре могу на первой минуте, иногда даже во время отсчета сказать, кто уже победил. Но разработчики видимо настолько сильно знают свою игру, что думают, что игра прям замечательная во всем, судя по их ответам. И видимо думают, что играть в игру, где все решается на первой минуте и все уже очевидно, очень интересно. На самом деле нет. И второй контингент людей, которые играют в World of Tanks сейчас, это все те же старые игроки, которые до сих пор не научились играть в World of Tanks за 10 лет. И в основном они играют в те самые злополучные дни, когда все плохо. У них очень много боев, очень плохая статистика, и чаще всего у них не так уж много боев. Они могут играть там 7-8 лет, там чуть ли не 10 лет играют в игру. Боев у них, если на первый взгляд глянуть, кажется, что много. Но если эти бои растянуть на промежуток 7-10 лет, то на самом деле видно, что они играют редко, именно в какие-то там определенные дни, там типа каникулы, выходной, праздник и так далее. Из этого получается, что комьюнити, которая сейчас находится в игре, оно и делает игру. Плюс еще разработчики подкинули огоньку, для того, чтобы игра, видимо, была еще менее содержательной и неинтересной. Конечно, в игре сейчас есть плюсы. Если вы начинаете новый аккаунт, вам там и премтанков бесплатно насыпят, и рефералка есть в игре, можно бесплатно получить премтанк, пофармить серебро и так далее. Премтни иногда дают бесплатно, также есть еще возможность проходить очень простые задания, которые за годы очень сильно упростили и много раз упрощали в ЛБЗ, в личных боевых задачах. Там очень много можно ресурсов получить на свой аккаунт, выполняя задания. Все это очень легко дается, всего очень много, но это убивает восхищение и ценность того, что ты что-то получил. Сейчас очень много танков можно получить бесплатно, очень много имбовых танков можно получить за ЛБЗ, за какие-нибудь ранговые бои, за линию фронта. Всего этого предостаточно, всего этого много, но получая все эти танки, мы возвращаемся в ту же самую игру, которая не развилась по геймплею абсолютно, а только сделала даже не один шаг, а несколько шагов назад. И получая все эти проклятые танки, ты не понимаешь вообще зачем они нужны. И это мы еще не дошли до 10 уровня. Десятый уровень World of Tanks, тот уровень, на который чуть ли не за руки и за ноги разработчики притягивают всех игроков, чуть ли не новичков, которые сыграли там 10 боев, они уже играют на десятках. Такими иксами, бустами и ускорениями прокачки опыта, как сейчас есть в игре, можно чуть ли не за сотню боев качать десятку, было бы серебро ее купить. И потом эти новички могут спокойно кататься на десятом уровне, превращая игру на десятках в сущий ад. Также, что еще хочется сказать про десятый уровень. 41 процент боев на десятом уровне, в одноуровневых боях, где все десятки, он происходит с тремя артиллериями. А боев, где нету артиллерии, их почти нет. Плюс там те же самые колесники, те же самые проблемы с с повторениями карт, те же самые проблемы с дисбалансом карт, те же самые проблемы с тем, что комьюнити в игре сейчас вот такое, как я рассказал. Все эти проблемы обрушиваются на десятый уровень. И это делает еще одну проблему отток хороших адекватных игроков с десятого уровня, что еще сильнее превращает десятки в цирк. Да и в целом отток хороших игроков из рандома, основного режима до сих пор World of Tanks, превращает все уровни в цирк. Самый основной уровень в игре сейчас это восьмой. На нем в основном играют игроки. Их больше всего в игре. И там очень много премтанков восьмого уровня, там чуть ли не сто. Премтанков просто целая гора. И на восьмом уровне самый комфортный геймплей сейчас, на какой бы цирк не была похожа вся игра. Но так или иначе, на восьмом уровне большая часть проблем все равно присутствует, которые я перечислил. Ну и еще одна проблема, которая для меня очень болючая. Возможно, вы не задумывались про нее, но я сейчас про нее тоже расскажу. Раньше всякие там марафоны, события интересные в игре, они были редкостью. Они были событиями, которые ждали. Ты готовился к ним, там чуть ли не отпуск с работы брал, чтобы пройти там допустим марафон на новый год. Ну на новый год в принципе и так у всех каникулы, выходные. Но в целом ты проходил марафон, получал один премтанк раз в год и ты ценил этот премтанк, играл на нем много. Причем я помню первый марафон, он был наверное один из самых адекватных и приятных в игре. Нужно было всего лишь понабивать опыт на каждой нации на танке от шестого уровня и выше. Я даже в то время прокачал некоторые нации, допустим там Японию, я докачал до шестого уровня и я даже получил удовольствие от игры на шестерке там, на японской эстэшке. Я покачал этот опыт на всех нациях, попробовал все нации, было интересно и цирка какого-то жесткого в рандоме не было. Получил удовольствие от геймплея разных наций и еще и премтанк после этого получил, на котором я потом отыграл полторы тысячи боев, потому что я его получил бесплатно, мне было прикольно, я на нем отметки набивал, фармил на нем серебро и это было вообще по кайфу. Сейчас же этих марафонов очень много танков, которые ты можешь получить бесплатно целая гора, но и комфорт игры ухудшился. Во время всех этих марафонов игра превращается в сущий цирк, возвращаются эти редко играющие старички, которые до сих пор почему-то не научились играть за 10 лет и игра превращается в зоопарк. Иногда еще включают всякие режимы временные, 7 на 7, ранговые бои, линию фронта и так далее. И во время включения этих режимов люди из рандома, которые более-менее могут хотя бы режим переключить в игре возле кнопки в бой, они идут в этот режим и на протяжении всего этого включения нового режима какого-нибудь в рандоме остаются ну очень слабые игроки и играть вообще неприятно, потому что вспоминаем, что содержание боев зависит от того, какое комьюнити сейчас находится в игре. А сейчас в игре не хватает очень большого количества хорошо играющих людей, потому что они где? Часть осела в клановых боях, потому что они в рандом не хотят оттуда выходить. Они вроде как и играть хотят в картошку, но в рандомные бои они не заходят, а часть людей просто ушла. И чем лучше вы будете играть в World of Tanks, тем больше у вас будет желание уйти из игры. Это я знаю по себе и по своим друзьям. Вот такая вот замечательная игра World of Tanks 2020 году, в которой из преимуществ и плюсов есть только хорошая оптимизация, красивая картинка, очень много бесплатных плюшек и огромное количество различных время от времени включающихся режимчиков для увеселения публики. А публика у нас либо новички, либо не умеющие играть старички. Аудитория очень большая, но я абсолютно недоволен как развивается игра и что с ней делают разработчики. Да и старому игроку, кроме набивания отметок на танчиках, заняться абсолютно нечем в игре. Да и режимы новые, которые включаются, разработчики видимо думают, что я должен все их любить и во все эти режимы играть. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока.